Здравствуйте, уважаемые слушатели! В данной лекции мы рассмотрим программное обеспечение ВМ, что это такое, какая классификация программного обеспечения. Более подробно остановимся на операционных системах. Также поговорим о прикладных программках, различных которых могут быть вам полезны. В настоящее время в русский язык проникает такое слово как soft, то есть уже активно используется как слово, которое означает программное обеспечение. Оно к нам приходит из английского языка, слово software, и под этим словом подразумевается программное обеспечение. Также soft переводится как мягкий, с английского языка. Существует термин программа, а существует термин программное обеспечение. Программа — это любая последовательность команд, инструкций, написанных на языке программирования, для решения какой-то задачи. Это может быть маленькая программа, небольшая программа, которая решает какую-то мелкую задачу, но это, в принципе, может быть и достаточно большая программа для решения каких-то глобальных задач. Но программное обеспечение от программы отличает то, что, ну, во-первых, это комплекс программ, как правило, то есть это совокупность программ для обработки данных, но при этом есть необходимая для работы с программой, с этим ПО, документация. Ну, документация — это набор текстов, в которых описывается, как с программой работать, а также, возможно, описаны какие-то тестовые случаи, так называемые кейс-тесты. В общем, существует такая иерархия взаимодействия пользователя с компьютером, с ЭВМ. На нижнем уровне у нас оборудование, hardware еще называется, hardware, железо компьютера. С ним работает операционная система. В операционной системе устанавливаются различные программы, программное обеспечение, и пользователи взаимодействуют с программами. То есть мы работаем в основном в программах, в принципе, мы работаем еще и с операционной системой, и вот все это построено вот по такой иерархии. Как правило, программы, они посвящены некоторые предметные области. Предметная область – достаточно такое сложное понятие, это предметная область. Можно так назвать часть реального мира, рассматриваемая в пределах данного контекста. Ну, часть реального мира – это какая-то совокупность вещей, предметов, явлений, процессов. Например, программа посвящена управлению деятельности торгового предприятия. Вот это может быть просто, надо просто быть программой, в которой ведется бухгалтерия. Вот это уже предметная область. Другая предметная область, например, антивирус. Да, это комплекс программ, но предметной областью являются компьютерные вирусы. Моделирование гидродинамики – это уже такой сложный комплекс для научных или инженерных исследований, который позволяет, например, для различных конфигураций рассчитывать гидродинамику. Программное обеспечение можно классифицировать самым различным образом. Ну, вот фактически два класса выделяются. Это системное ПО и прикладное ПО. Ну, системное – это то, что взаимодействует с операционной системой, да, и то, что нужно для функционирования компьютера. Прикладное – это уже для решения каких-то прикладных задач. Отдельно существует также система программирования. Ну, в принципе, можно также и не вносить как… То есть, вернее, занести как в прикладное ПО, да, то есть это некая программа, которая позволяет… Набор программ, позволяющий писать программы. Ну, вот конкретно вот в этой иерархии, в этой классификации, простите, это выделяется в отдельный класс. Сегодня на самом деле программного обеспечения существует очень много различного. То есть, его написано очень много и, ну, гораздо на самом деле больше, чем, например, видов процессоров или видов видеокарт. Вариант различных программ написано гораздо больше. Дальше существует, естественно, такая профессия, достаточно популярная сегодня, и много людей работают в этой сфере. Это разработка программного обеспечения, ну, или просто программист, так называется эта профессия. И стоимость программ сегодня зачастую выше стоимости технических устройств. То есть, как мы уже знаем, то есть мы примерно знаем диапазон цен на, допустим, процессоры, видеокарты, да, а программы также могут стоить очень дорого в зависимости от того, насколько они массовые. Если программы очень массовые, да, рассчитаны на широкого потребителя, то, как правило, они достаточно дешевые. Если же это какие-то единичные программы для узкого класса, да, использования, то там, как правило, может стоить лицензии, миллионы рублей, сотни тысяч долларов. Итак, начнем мы с системного ПО. Системное программное обеспечение по совокупности программ для обеспечения работы компьютера. Такое программное обеспечение не решает конкретные практические задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, представляем сервисные функции. То есть, фактически, системное ПО взаимодействует с оборудованием. Можно также разделить здесь, так, тоже достаточно условно, это на системное ПО базовое и какие-то утилиты. Ну, базовое — это как раз то, что взаимодействует с оборудованием, а утилиты — некие полезные программы, которые предназначены для обслуживания устройств, например. Итак, базовое — это встроенное ПО, то, что у нас называлось постоянное запоминающее устройство, ПЗУ, то, что встроено уже в материнскую плату, операционные системы, то, что мы также знаем, Windows, например, оболочки операционных систем, то есть то, с чем мы, собственно, работаем. Утилиты — это различные полезные программы для обслуживания устройств, например, диагностика устройств, обслуживание жестких дисков, архивирование, например, файлов, программы, утилиты для обслуживания сетей и прочее. Ну, самым таким базовым системным ПО является BIOS. Решифровывается как Basic Input-Output System, базовая система ввода-вывода. Она бывает уже как бы вшита в материнскую плату. Пользователи, как правило, не трогают это ПО, то есть разве что можно его перепрошить, но обычно ничего с ним не делают. Ну, это выглядит, например, вот так. Здесь показан достаточно популярный BIOS, который использовался на многих компьютерах. И в этом BIOS, во-первых, он проверяет сначала, диагностицирует корректность работы различных устройств. Если что-то не так, он издает определенные звуки. То есть существуют такие даже таблицы, где показано, сколько звуков чему соответствуют. Ну, и если все нормально, он загружает, передает управление операционной системе. Ну, вот здесь показано синим экраном, как выглядит этот самый BIOS, например, и что там можно сделать. В этом BIOS можно установить, например, порядок загрузки, то есть с чего загружаться. С жесткого диска загружаться, или, например, с диска оптического. Можно здесь какие-то параметры здоровья компьютера, скажем так, PC, Health, Status. То есть, например, температуру его увидеть на процессоре, допустим. Ну, и различные информации здесь также есть. Касающиеся именно железа. То есть все здесь можно посмотреть, что-то можно выставить, настройки. Но чаще всего в BIOS заходят для того, чтобы поменять порядок загрузки. Итак, ну, собственно, вот здесь все это и написано. Набор микропрограмм, программ, реализующих API для работы с аппаратурой компьютера, проверка работоспособности, загрузка передовой системе и предоставление различных функций для работы с оборудованием. Следующее системное ПО, но несколько выше уровнем, это операционная система. Операционная система комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, организация работы с файлами, выполнение прикладных программ, осуществляющих вот вывод. Ну, мы все взаимодействуем с этими операционными системами, да, на компьютере, как правило, у нас стоит Windows, в большинстве случаев. На мобильных телефонах также стоит некоторая операционная система. это, например, Android, да, на определенных моделях, или же iOS, например, у телефонов, да, у телефонов компании Apple. Вот. Какие функции у операционной системы? Ну, во-первых, это вот вывод данных, исполнение запросов программ, запуск, загрузка программы по оперативной памяти. У нас программы не хранятся на жестком диске, да, в различных папках, например, Program Files, и загрузку программы по оперативной памяти осуществляет операционная система. Доступ к периферийным устройствам. Это различные диски, жесткий диск, оптические диски, память, флеш-память, то есть все это также через функции операционной системы. Дальше. Управление оперативной памятью. То есть все программы, да, они загружены в оперативную память, и операционная система управляет, во-первых, приоритетом, то есть какой процесс выполнять в настоящий момент. Как распределить память между процессами, да, организация виртуальной памяти. Далее. обеспечивается интерфейс, собственно. То есть вот мы же взаимодействуем, например, с системой Windows, да, через окна стандартные. Вот. И вот как это все устроено, то есть как это организовано, все это организовано именно в операционной системе. ну так же в любой момент собирается, идет журналирование ошибок. То есть все это, все ошибки, которые возникают при работе системы, записываются и так же хранятся в специальных лог-файлах. Итак, это вот такие основные функции. кроме того, есть дополнительные функции. вот это, например, поддержка многозадачности, допустим, параллельное выполнение программ. То есть прямо непосредственно в один момент времени работают разные программы. Но это делается, естественно, с помощью того, что несколько ядер процессора. Вот. Псевдопараллельное означает, что в режиме многоподточности выполняются программы. То есть как бы процесс может быть, то есть вычислительная дура может быть одно, но оно загружено то одной задачей, то другой задачей. это обеспечивает вот эту вот псевдопараллельность или, по сути, многопоточность обеспечивает именно операционную систему. Распределение ресурсов в участии системы между процессами, разрешение доступа различных процессов к ресурсам, организация надежных вычислений, взаимодействие между процессами. Дело в том, что процессы могут обмениваться данными, то есть процессы могут друг к другу подключаться и какие-то данные отдавать друг другу. Например, так выполняется при параллельных вычислениях. Обеспечение защиты самой системы, поддержка многопользовательского режима, то есть когда разные люди могут работать за одним компьютером и при этом друг другу не мешать, скажем так, и обеспечение безопасности самое главное, чтобы никто не мог просмотреть или удалить чужие данные. А ключевой частью, фактически сердца, можно сказать, используя операционную систему, является ядро. То есть используется термин такой, как ядро. Ядро — это центральная часть операционной системы. Именно оно выполняет управление процессами, ресурсами вычленно из системы, представляет доступ процессам к этим ресурсам. Устройство ввода-вывода также здесь на уровне ядра, взаимодействие с памятью, доступ к файловой системе и сетевое взаимодействие. Вот это вот ядро. А то, что касается, например, интерфейса, окон, это уже выходит за рамки функций ядра. Каким способом можно работать с операционной системой? Ну, такой, на самом деле, базовый, не базовый, а старый способ, то, что было еще с прошлого века, это режим работы командной строки. Но в режиме работы командной строки также можно взаимодействовать и сегодня тоже. То есть, например, в Windows мы можем запустить программу, называется CMD, она командная строка и работать, запускать программы прямо с командной строки. Это достаточно непросто. Почему? Потому что для того, чтобы так работать, нужно вспомнить команды. То есть, нужно хорошо представлять себе файловую систему и нужно хорошо команды знать, что они делают. То есть, умение работать в режиме командной строки, это, в общем-то, как правило, умение, навык администраторов, программистов. В первую очередь, для администраторов, но и специалистов в области программирования, на самом деле. И, в принципе, например, в операционной системе Linux, наверное, это более принято работать через командную строку, а вот в операционной системе Windows в большинстве случаев работают через окна, через оконный режим. То, что нам сегодня привычно. Но, как правило, удобнее, наверное, использовать оконный режим, потому что мы все возможности, которые у системы есть, мы их видим сразу же. мы видим, какой набор программ у нас прямо там на рабочем столе в меню пуск. Режим командной строки в этом смысле более сложен. Но, повторюсь, что профессиональные администраторы, они работают, как правило, через командную строку. Ну, и второй способ, известный нам способ, это работа через окна, когда есть рабочий стол. Любая программа имеет такой графический интерфейс. Вот, есть панель, панель вот такая, панель инструментов, да, или панель, с которой мы запускаем программу. Ну, в данном случае, как бы, всем нам знакомы Windows-системы, да, но здесь показана система GNOME. Вот, это программа, оболочка, да, для Unix-подобных операционных систем. То есть, вот она, на самом деле, они все очень похожи, вот, и, в принципе, даже сегодня программы, как правило, реализуются в разных, для разных операционных систем. Вот, например, да, знакомый Firefox, это браузер, это браузер, вот он здесь есть, и в GNOME, есть он, он есть и в Windows, и в самых различных операционных системах. Ну, среди настольных компьютеров, да, среди десктоп-машин, основной системой, наверное, является сегодня Windows, то есть, в большинстве случаев используется Windows. Windows, это не самая старая операционная система, скажем так, да, на самом деле, она появилась гораздо позже, чем первая операционная система, вот, на базе DOS. Вот, в 81-м году была, была такая разработана операционная система DOS, был режим команды строки, в ней реализован исключительно, и у нее была оболочка разработанная, где называлась Norton Commander, или потом позже, например, в России Volkov Commander использовалась. Вот, операционная система, она была сделана в основном для работы с различными дисками, дискетами, то есть, она так и позиционировалась, как операционная система для работы с дисками накопительными. Вот, она была достаточно простая в том смысле, что она не была немногозадачной, то есть, выполнялась в один момент времени, могла выполнять только одна программа, она была, не была многопользовательской, то есть, только один пользователь мог с ней работать, и она была 16-разрядной. Но, на базе DOS, всем известной сегодня компанией Microsoft, под руководством Билла Гейтса, начали разрабатывать операционную систему Windows, и первая версия, это были оболочки над DOS, и так, Windows 1 85-го года, Windows 3 1990-го года, это все были настройки на DOS, то есть, сначала загружался DOS, потом запускался, запускался Windows, вот, с третьей версии вот появилась многозадачность, как можно увидеть, и это была достаточно медленная программа, программа, то есть, но это уже было достаточно такое, такое прорывное, скажем так, в каком-то смысле, прорывная программа, потому что уже стало видно, насколько удобно работать для обычных людей именно в оконном режиме. возможности работы с сетями появилось вот Windows 95-го года, и вот далее версии, ну, они все уже 32-разрядные были, с поддержкой многопользовательского режима, многозадачного режима, наверное, здесь следует отметить, наверное, систему XP 2005-го года, которая достаточно долго была таким стандартом, очень стабильной операционной системой, но предыдущие они не отличались такой стабильностью, ну, и в то время, наверное, была такая эпоха расцвета, еще очень много было вирусов, вот, и специальный сервис паки даже выпускала компания для того, чтобы закрывать доступ к каким-то лазейкам в системе. Ну, вот здесь представленное более, более такое, более расширенное, представленное, более расширенным видим, есть видим, какие операционные системы были у компании Microsoft. Здесь, помимо Windows 90 8 есть, видите, Windows Millennium ME, здесь также показано, что Microsoft разрабатывал операционные системы для мобильных устройств, Windows Mobile, Windows Phone, например, для телефонов Nokia, вот была такая система, а также здесь показаны серверные версии, то есть для серверов также были некоторые версии системы Windows. Здесь также можно отметить Windows 7, Windows 7, который тоже достаточно долго был таким, была такой стабильной, хорошей операционной системой. А другая ветка операционных систем, это операционные системы Unix называются, они появились раньше, они были разработаны в компании Bell Labs, лаборатория Белла, это достаточно знаменитая лаборатория, в которой разработали транзисторы, например, там же придумали язык C++, язык C, вернее C, простите C, сама операционная система Unix и множество различных научных разработок было у этой лаборатории, и многие, кто работал там, получили Нобелевские премии, между прочим. Итак, Unix это отдельная ветка операционных систем, и заметим, что они уже, начиная с первых версий, они были многозадачными и многопользовательскими, ну и 32-разрядными. Первая версия была разработана в 71-м году на Assembler. Вот разработчики того времени Денис Ричи, Брайан Керниган, Кен Томпсон, они же являются авторами языка C, это, наверное, один из самых распространенных языков сегодня. Ну, отдельная здесь отмечена TCP IP, это не версия Unix, это такой протокол передачи данных. И вот Unix как раз был сделан так, что с поддержкой протокола TCP IP. проект GNU. GNU это операционная система Unix, но она была свободной. То есть, ну, можно было любому человеку бесплатно ее получить и вообще даже что-то там делать для себя, то есть вести разработку в ней. оконная система появилась в 84-м году, X-Window System, и также заметим, что это было раньше, у компании Microsoft. То есть, в общем-то, они опережали на самом деле компанию Microsoft именно в плане разработок. Другое дело, что Microsoft все это монетизировал и заработал на этом деньги. Проект POSIX стартовал в 85-м году, и в нем были разработаны стандарты интерфейсов в Unix-подобных системах. Важным этапом было появление Linux. В нем была разработана первая свободная реализация ядра Unix, то есть в 83-м году это была лишь некая оболочка для Unix-подобных систем, а Linux это уже свободная версия ядра была. Вот сегодня Linux активно используется на разных областях, и настольный компьютер на Linux, это может быть сервер на Linux реализован. Ну и собственно операционная система Android также на базе ядра Linux сделана. Ну и еще одна свободная реализация это FreeBSD. И вот вся эта линейка называется Unix-подобные или POSIX совместимые операционные системы. А спрашивается то, что наверняка многие неинтересующиеся технологиями не слышали ничего про Unix, а где Unix используется? В принципе Unix используется в большинстве случаев например на серверах. то есть то, что обеспечивает работу интернета, различных услуг, сервисов в интернете. То есть чаще они построены на Unix системах. Суперкомпьютеры, которые такое моделирование проводят масштабное, они также построены как правило на Unix системах. Отдельно следует рассказать про Linux. Это самая распространенная свободная ОС операционная система. Она на базе Unix делана, то есть она Unix подобная. Разработана она таким человеком известным как Linus Torvalds. Коды выложены в 91 году. Linus Torvalds в принципе он такой гениальный человек. его по праву многие общественные относят к топ 10 или топ 5 даже самых гениальных разработчиков в IT технологиях. Во-первых, он разработал для производства систему Linux. Во-вторых, сегодня огромное количество программистов, наверное, почти все работают через систему Git или Git системы для разработки совместной разработки. То есть там реализована поддержка версий, как строится иерархия версий, ну и вот очень много удобного для именно для программистских компаний. В Linux есть очень много дистрибутивов различных. Вот они здесь некоторые перечислены Debian, Ubuntu, Fedora. Очень популярная реализация Ubuntu. То есть его даже называют Linux для домохозяек. То есть такая достаточно простая операционная система. Вот здесь, кстати, показан скриншот из Ubuntu. здесь оболочка некая возможности. Наверное, это Gnome. Выглядит в принципе так же, как и в Windows. Пингвин это символ Linux, поэтому здесь изображен. Замечу также, что Linux Torvalds его вклад на самом деле в IT-технологии огромный. Тем не менее, он не является миллиардером, например, как Билл Гейтс. тем не менее, вклад очень существенный у него в IT-технологии. В каком-то смысле у него такие альтруистичные даже принципы. Отдельный класс системного ПО это утилиты. Небольшие программы, предназначенные для решения сервисных задач для работы, например, с устройствами. Ну, вот здесь перечислены некоторые утилиты. Это дисковые утилиты, которые проверяют целостность файловой системы. Дефрагментаторы, чуть позже рассмотрим, что это такое. Вот проверка диска, это собственно дисковые утилиты, которые проверяют которые проверяют насколько правильно записаны файлы в памяти участки диска. Программа очистки диска, разметки диска, то есть то, что позволяет разбить диск, например, на несколько дисков. Программа резервного копирования целых дисков или каких-то отдельных файлов, сжатия дисков, работа с реестром. Ну, вот у Windows есть такое понятие как реестр, где различные параметры выставлены. Утилиты мониторинга оборудования, например, состояние процессора, тесты оборудования. Ну, вот такой интересной программой является программа дефрагментации. Здесь вот показано, как она работает. Дело в том, что жесткий диск представляет собой вот такую вот, ну, будем говорить, ленту или матрицу. Вот, и, как правило, файлы, которые записываются, они могут быть фрагментированы, то есть частично они в одной части диска, частично в другой. И дефрагментация, она приводит к тому, что файл занимает именно последовательность ячеек смежную, да, а не в разных частях. и вот раньше это необходимо было делать, ну, сегодня, насколько принято делать дефрагментацию, даже сложно сказать, но если диск дефрагментирован, он работает быстрее, естественно. Итак, во-первых, это замедляет, во-первых, фрагментированные файлы негативно сказываются на здоровье жесткого диска, постоянно приходится то в одно место перемещаться, то в другое место для головки жесткого диска. Прикладное ПО это комплекс программ для решения задачи определенного класса конкретной предметной области. Естественно, оно разрабатывается под конкретную операционную систему, то есть и работает только при наличии операционных систем. Здесь классификация самая разная, то есть поскольку предметных областей очень много, то классифицировать можно по-разному. Например, общего назначения, то, что нужно всем, текстовые редакторы, текстовые процессоры, для работы с текстом, графические редакторы, для работы с изображениями, система управления базами данных, электронные таблицы, то, чем мы с вами занимаемся, веб-браузеры, развлекательные программы, различные медиаплееры, компьютерные игры, есть профессиональное ПО, система автоматизированного проектирования, автоматизированное рабочее место, автоматизация системы управления, геоинформационная система, ERP-система для автоматизации работы предприятий, про некоторые мы поговорим. ну вот, например, текстовые редакторы, да, текстовые редакторы, это не текстовые процессоры, это такая простые программы, да, для редактирования текста, ну, например, стандартный редактор Windows, блокнот называется, есть программы более продвинутые, такие как Genie или Notepad++, ну, вот, например, здесь показан скриншот программы Notepad++, отличие от обычного текстового редактора является то, что здесь подсветка синтексиса, например, то есть его используют для написания компьютерных программ, ну, вот здесь показан фрагмент, ну, программка с синтексисом языка C. Текстовые процессоры отличают от текстовых редакторов, что в них они предназначены для того, чтобы редактировать именно не в таком с оформлением, да, то есть чтобы редактировать текст с оформлением, а именно чтобы с поддержкой шрифтов, с поддержкой таблиц, с поддержкой с редакторами формул и прочее. То есть у текстовых процессоров у них функций гораздо больше, чем просто редактировать Ну, популярный процессор — это Word, естественно, знакомый нам, и есть открытые пакеты, открытые процессоры, текстовые OpenOffice, LibreOffice, и вот здесь как раз скриншот приведен программой LibreOffice. То, чем пользуются сегодня, например, математики или физики при написании статей, это немножко другой способ редактирования документов. Это через систему компьютерной верстки. Ну, вот здесь показано, как реализовано, например, вот справа, то, что у нас получается, как это сделано, а слева, как это писалось. Используется система тегов, то есть записывается документ с помощью специальных ключевых слов, например, что это статья, какой шрифт используется там, какой пакет. Например, пакет вот этот вот с таким названием. И далее через теги и через специальные такие специальные символы записываются формулы, таблицы и прочее. При этом автор создает структуру вот таким образом через теги. При этом он не думает о том, как это выглядит. И далее это просто компилируется, да, и получается вот такой документ, ну, который может быть сохранен, например, как PDF-файл. Такая система, она сегодня используется в среде ученых, например, в среде математиков. И некоторые журналы научные принимают статьи, именно написанные в системах компьютерной верстки. Система управления базами данных. Сегодня, да, практически все, в любых областях, на предприятиях используются базы данных. То есть предприятия собирают данные о своей деятельности, ведут, вернее, базу данных, да, по своей деятельности. Это и университеты, это больницы, это любые предприятия, которые занимаются торговлей, они все ведут базы данных. И для таких целей используется система управления базами данных. Они могут быть и от локальных. Microsoft Access, то, что входит в пакет Microsoft Office, да, это чуть более продвинутые, такие как Fox Pro. И уже такие промышленного масштаба, мощные системы, такие как Postgres, Oracle. Ну, вообще говоря, основы баз данных, они также входят в курс информатики, в базовый курс информатики. SAPR — это профессиональное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации на стадиях проектирования. Ну, например, такие достаточно известные программы, как, например, AutoCAD, Compass. И в них можно, например, делать чертежи. Вот, например, здесь показан чертеж для детали. В таких системах делаются проекты даже гораздо более масштабного уровня. То есть чертеж, например, проект здания может быть сделан. Есть программы, в которых, допустим, моделируется краш-тесты, к примеру, вот здесь показано, да, слева. То есть что происходит с автомобилем при столкновении. Вот, ну, это, естественно, очень такое профессиональное, сложное программное обеспечение, которое, как правило, стоит больших денег, естественно. Геоинформационная система, то, что преподается, например, в Институте экологии и природопользования, это системы сбора, хранения, анализа, графической визуализации, пространственных данных. Ну, вот здесь показан скриншот программы QGIS, и здесь представлена информация о некоторой территории. Итак, это географическая информационная система, то есть здесь данные о территории, то есть то, что здесь находится, вот, какие координаты, какие, и различные атрибуты, информация по различным атрибутам. ГИС, геоинформационная система, они включают свой состав в пространственные базы данных, редакторы растровых и векторных данных, средства анализа данных, применяют, ну, во всех науках, где есть интерес к территории. Это картография, геология, метеорология, землеустройство, экология, муниципальное управление, управление транспортом, экономика и прочее. Ответы, на которые даются, вопросы, на которые отвечают геоинформационные системы, это, что находится в этом месте, где это находится, что поменялось, да, то есть предпределение временных изменений, какого рода пространственные структуры существуют, что будет, если что-то поменять, например, да, то есть что будет, если, как изменится, например, нагруженность на транспортные сети, если вот здесь построить, предположим, новый дом, да, все это не так сложно прогнозируется, имея в руках геоинформационные системы. Известные программы в ГИС-системах – это КУГИС, ГРАС, ПОСТГИС, САГА. Кстати, все это бесплатные программы. Также есть платные, например, ARGIS, MAP-INFO. Ну, многое из этого преподается в Институте экологии и природопользования. Отдельный класс программы – это программы для научных исследований. Например, в метеорологии используется одна из самых продвинутых моделей. Это модель программы, программный комплекс ВРФ – Weather Research and Forecasting – программный комплекс математического моделирования для прогнозирования погоды. В ней заложены некоторые системы уравнений, которые позволяют при имеющихся данных спрогнозировать, как себя будут вести дальше эти метеорологические параметры. Погода предсказывается в моделях мезомасштаба, то есть в пределах, например, города. То есть мезомасштаб – такое понятие растяжимое. Но будем говорить, что это в пределах региона, в пределах города. Как атмосферные исследования проводятся, так и оперативные прогнозирования. Разработка ведется со второй половины 90-х годов. Можно моделировать с использованием реальных данных или же просто для некоторых идеализированных условий. Сегодня одна из самых продвинутых моделей для прогнозирования погоды. Вот здесь представлено, как это выглядит в геоинформационной системе. То есть здесь есть карта территории, но здесь это у нас… Здесь это Белоруссия. И вот по этому адресу можно посмотреть состояние и прогноз погоды, рассчитанное на основе модели ВРФ. Для сельского хозяйства используется один из таких комплексов – это программа SWAT. Так называется SWAT – Soil Water Assessment Tool – инструмент оценки почвенных вод. Это комплекс для моделирования водного баланса, осадков и сельскохозяйственного урожая, сложных систем водоразделов с различными типами почв и видами землепользования. Ну, крайне полезная программа для регионов, где большое значение имеется сельское хозяйство. Ну, в принципе, республика Татарстан относится к таким регионам, в которых сельское хозяйство очень развито. В качестве интерфейса используется, кстати, геоинформационная система QGIS. То есть при наличии QGIS можно доставить отдельно в систему, поставить программу SWAT и проводить вот такое моделирование. Так, ну, на этом сегодня закончим. Всем спасибо за внимание.